итак всем привет в этом видео я покажу как заточить инструмент для резьбы по дереву вот у меня есть такие вот стамески я фактически не пользуюсь пользуюсь только тогда когда надо стены пошкрябать гипс там такое получите у меня таком от состоянии ну и сейчас заточим попробуем насколько не остро и попробуем их заточить сосновый брусочек не пробуем поперек не реже не очень как бы на других будет результат тот же олег довольно таки плохо но дуб это уже как бы не стоит говорить в общем суть заточки в чем чем ваши резцы хорошо и легко резали принципе все следующее они будут держать остроту столько сколько позволит ваш металл принципе заточить можно гвоздь гвоздем резать вы будете пять минут или две минуты стамеска из хорошего металла будете работать часы а то и дни принципе вот и вся разница металли эти стамески с фрезы все сделаны они с этого фреза по металлу то диск не деланы все с диска в общем пробуем затачивать затачиваю я уже показывал на таком-то чили то есть войлок у меня очень жесткий круг алмаз по стогой я использую еще в советских времен он такой вот светло-зеленый не темный который плавится на солнце а именно такой жесткий мне он нравится я и пробовал разный постовой ну остановился на это и так давайте попробуем сейчас подточить стамесочку и порезать стамеской смотрите еще что очень важно в заточке это чтобы плоскость от это было ровно и она не должна быть не полукруглая не выгнутая а именно ровненькая ну попробуем заточить я точу на алмазе и как бы все довольно просто простым способом давайте попробуем я это делаю на маленьких оборотах а 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 так у нас появилась заусеница и И когда точите, старайтесь держать один угол. То есть, вот приложили и проводите полностью. От начала до конца. И так несколько раз. Пока не появится заусеница. Сейчас полирнем и попробуем порезать. Натираем по стогое. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Без сколов, без задиров, всяких. Чистенько режется. То есть, стамесочка хорошо заточена. И она готова к работе. Попробуем на ольхе. Вот она режет поперек волокон. Отлично. И вдоль волокон. Так же само. То есть, стамеска вполне пригодная для работы. Вот так, очень простой и быстрый способ заточить инструмент. Как бы, в заточке все зависит от металла. Если металл хороший, то стамески будут хорошо точиться, держать заточку. И будут долго служить. Если взять просто какую-то проволоку, то естественно, заточить вы заточите. Но работать она будет очень мало. Как бы, самое важное, чтобы у вас, вот этот угол, был ровный. Чтоб не было каких-то завалов. Если ровный плоский угол, то стамеска будет резать хорошо. В принципе, все о заточке. Войлок используем жесткий. Я использую алмаз, круг. Алмаз. Он хорошо точит. Как бы, металл твердый. И лучше всего затачивать на алмазе. И чтобы не очень быстро стиралась стамесочка, точить надо медленно, на слабых оборотах. И только появляются маленькие заусеницы, переходим на полировочку. И вот, в принципе, что-то так. Как заточить руками, я покажу в следующем видео. И покажу, как заточить уголочек. Это самый такой сложный процесс, наверное, в заточке. Если это не так, можете написать в комментариях, как можно быстро и качественно заточить уголок. В принципе, еще, смотрите, когда вам показывают, как хорошо режут стамески. Вы покупаете их, и режут не поперек волокон, а под углом. Это называется фуфло. Потому что под этим углом любая стамеска будет резать чистенько, ровненько и красивенько. Особенно, если вдоль волокон. Особенно, если взять липу или там еще что-то мягенькое. Вот так режут. Это называется для лохов. Если хотите проверить стамеску, насколько она качественная, возьмите кусок сосны и поперек волокон. Вот у меня она недоточенная. Если ее доточить, она будет резать как вдоль, так и поперек. Ну и давайте посмотрим сейчас. Берем поперек волокон, режем вот мы. Вот она режет чисто все. Вот она режет вдоль волокон. А если вам показывать, что вот классная стамеска, вот она режет под углом 45 градусов. Это фуфло впаривает. Возьмите торец сосны и попробуйте по торцу порезать. Если у вас торец не мнется, чистый рез, то стамеска хорошо заточена и она качественная. В принципе все секреты по заточке. В следующем видео я покажу, как можно руками заточить инструмент. В принципе тоже ничего сложного нет. Искать волшебные способы их нет смысла, потому что способ один. Берешь наждак, точишь и не морочишь себе голову. И чтоб стамеска не быстро стачивалась, старайтесь на маленьких оборотах точить. Тогда стамеска не будет быстро стачиваться и прослужить дольше. Вот в принципе все заточки. На этом спасибо и до новых встреч!